Четвертый год подряд Детская неделя творчества открывает свои двери для десятков детей от 7 до 12 лет. С 26 июня по 1 июля почти 90 мальчиков и девочек смогли еще больше раскрыть вложенные в них Богом способности и узнать, как использовать их для прославления Бога. Заметим, что такое количество участников стало рекордным за все годы проведения этой программы. Детская неделя творчества уникальна тем, что дети сами участвуют в подготовке, всех этих процессов, непосредственно в самом мюзикле готовятся и петь, и играть, и декорации делают. Таким образом, они дружат между друг другом, на целый год заряд у них позитивных эмоций. Родители видят их в действии, и сегодня большой праздник, когда они увидят их на сцене, когда они на сцене выступают. Поэтому мы тем самым хотим показать городу в том, что церковь открыта. Церковь не только богослужения, церковь не только особые какие-то мероприятия внутри церковной. Это открытая площадка для того, чтобы здесь могли увидеть не религиозных детей, а детей, которые так же, как и в городе, так и в семье, могут быть активны, позитивны. Поэтому мы радуемся тому, что мы можем этим самым служить. А во-вторых, так же радуемся и тому, что в это же самое время команда, которая готовит, они могут проявлять тоже свои дары, способности, таланты. И это огромное благословение для развития потенциала будущих служителей. В этот раз неделя творчество прошло в морском стиле, о чем говорило ее название. На глубине. В течение пяти дней ребята погружались в истинописание, удивляясь красоте и мудрости творца, создавшего удивительный подводный мир. В то же время дети познавали законы, заложенные Богом для каждого из нас, в которых также сочетаются его мудрость и огромная любовь к нам. Новые друзья театральной класса и декорации своими руками – особенный день костюма. Вот далеко не полный перечень того, что радовало ребят в течение всей программы. А вместе с ними радовалось почти 60 помощников, посвятивших эту неделю служению детям. Это детская неделя творчества, не зря так называется. Мы стараемся развивать творческие навыки детей. Это вокал, хореография, декорации они делают своими руками. Помимо того, что они готовят постановку мюзикла, учат все песни, учат движения к песням, они еще каждый день изучают какие-то библейские истины. И, как показывает практика, если ты кого-то научил чему-то, то ты это запомнишь навсегда. Во время мюзикла они рассказали библейские истины, которые они усвоили в течение детской недели творчества. И я просто уверена, что теперь они усвоят эти уроки навсегда. Лично я организовывала детские и общелагерные игры, то есть каждый день после обеда дети приходили ко мне. Мы вместе развлекались по темам дня, мы раскрывали истины через игры также. Также участвовали в сценках, я прославилась как медуза, пузырик. Все дети не знали, как меня зовут, но знали, что я пузырик. И, в общем-то, была прекрасная неделя, прекрасные дети, очень классно было. Ставший уже привычным мюзикл, завершающий всю программу, собрал почти полный зал родителей, друзей и знакомых. Зрелище увлекало каждого, все роли в нем играли дети. Через постановочные сцены, пение ребята вновь подчеркнули необходимость послушания создателю, которая ведет к благословениям и безопасности. Наш ребенок участвовал в программе для малышей, младший отряд. Она посещала библейские уроки вместе с нами, нам очень понравилось. И, конечно, замечательные поделки, по которым она дома рассказывала, о чем был урок, какие истины они проходили. И замечательная атмосфера, и слава Богу за этот лагерь, нам очень понравилось. Неделя детского творчества – это каждый раз незабываемые впечатления для всей нашей семьи. В этот раз трое наших детей участвовали в лагере. Для Алеши это был первый опыт. Он, конечно, эмоционально очень устал, но зато приобрел очень много новых друзей, новых впечатлений, новых эмоций. Это то, что для него ново. А Лиза и Сережа уже не первый раз в лагере, им очень нравится. И вся программа – это просто восторг для родителей, потому что мы видим своих детей с совершенно другой стороны. Мы видим их талантливыми, мы видим их любящими Богом, мы видим их послушными родителям. В жизни это не всегда мы видим, а на сцене они, конечно, были великолепны. И детская неделя творчества – это вообще просто восторг, это грандиозно, это потрясающе, это восхитительно. Информационное бюро «Спектр» Зеленоград.